В Свердловской области разработан пообъектный план график социальной газификации. Он сформирован в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. Губернатор Евгений Куйвышев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет. Ранее эта программа устанавливалась на 5 лет. Активно включились в программу и сельские населенные пункты Новоуральского городского округа. На сегодняшний день более 200 объектов должны быть газифицированы до 2024 года. Столько подано заявок от сельчан. В июле месяце, исполняя протокольное поручение президента, отдел сельских населенных пунктов провел опрос западной части поселка Мурзинка. Там, где на сегодняшний день находятся газораспределительные сети. Был составлен список по адресу, кто хочет догазифицироваться. Список был направлен в Министерство энергетики Свердловской области. Все списки были утверждены. Программа догазификации – это реальная помощь жителям. Подключение подвод газопровода к домам и техническое присоединение делаются бесплатно. Жители и дачники поселка Мурзинка оценивают президентскую программу положительно. Благодаря ей возможно решить многолетнюю проблему с газом. С газом сдаётся шикарно. У меня просто очень много знакомых, которые без газа живут здесь. Они, конечно, очень много затрат на электричество, топят дровами, мучаются. Очень. Мы написали уже заявку, недавно буквально. Подали в интернет, вот что будет, пока не знаю. Буквально на днях было. Ну, с нетерпением ждёте этого события? Да, потому что топить тяжело. В Мурзинке газ, конечно, был, но не везде. Сейчас есть возможность многим жителям провести газ. Газ – это тепло, дёшево, удобно. Поэтому мы могли только мечтать, пишать заявки, заявления потом через несколько лет. А тут спасибо президенту, команда дана, сроки обозначены. Поэтому ждём, когда начнёт светоплетворяться. Заявление написали, документы оформили. Жители посёлка Мурзинка продолжают подавать заявки. А дом номер 9 на Западной улице уже газифицировали. Хочу обратиться к жителям посёлка Мурзинка. Если вы сами не можете зарегистрироваться на этом портале, подать заявку на газификацию, отдел сельских населённых пунктов приглашает вас к себе и окажет вам помощь. Привозите все документы на землю, на дом, копию паспортов. И мы поможем вам подать заявку и зарегистрироваться на едином портале. У ГУПСО «Газовые сети» большие планы, большие надежды. Я думаю, эта программа поможет жителям получить действительно бесплатную газификацию. То бишь им за подключение подвод газопровода к их домам бесплатный. И чтобы врезаться в этот газопровод, это тоже бесплатно. Раньше, чтобы подключиться к газопроводу муниципального образования, люди должны были в ГУПСО «Газовые сети» заплатить от 19 до 26 тысяч, чтобы получить эту услугу. Сейчас это всё бесплатно. Газ – это благо цивилизации. Возможность обеспечить дом теплом дешевле, чем при использовании многих других ресурсов. В сельских населённых пунктах Новоуральского округа голубое топливо есть в домах села Тарасково, деревнях Починок и Елане. Вот сейчас догазифицируется и посёлок Мурзинка. Увидеть план-график, который включает населённые пункты, улицы и конкретные дома, а также ознакомиться с условиями и правилами тех присоединения к газовой инфраструктуре. Узнать о сроках подведения сетей жители Свердловской области могут на сайте energy.medural.ru догаз. Также в указанном разделе сайта можно найти ответы на самые часто задаваемые вопросы про догазификацию, узнать о мерах социальной поддержки при подключении газа к домам, контакт и информацию об обслуживающих населённые пункты газораспределительных организациях.